В рамках программы по повышению конкурентоспособности отечественных вузов на международном пространстве 5.100 в Юргус лекции для преподавателей университета выступила директор Центра академического письма НИТУ МИСИС Елена Базанова. Она рассказала о стратегиях успешного написания научных работ, которые помогут ученым попасть в индекс цитирования Scopus и Web of Science, а также поделилась своими рекомендациями. Рекомендации, наверное, связаны с логикой построения статей. Конечно же, рекомендации, которые связаны с тонкостями работы над созданием синтаксических конструкций, потому что мы привыкли говорить осложненными предложениями и в письменной речи тоже очень часто их используем. А английский язык требует, конечно, совершенно других навыков, и нам сегодня об этом как раз таки и говорили. За время лекции преподаватели Юргу не только узнали, что главное в искусстве написание англоязычных статей – это краткость изложения материала и серьезная доказательная база, но и на практике проработали индивидуальный голос автора. Самый, пожалуй, важный момент – это выработать свой собственный индивидуальный голос автора. Что это значит? Если человек провел исследование, если он пришел к каким-то выводам, то не нужно стесняться, и можно и нужно написать, что либо я провел это исследование, пришел к такому выводу, либо мы, если мы говорим о коллективе авторов. Я считаю, что наша задача – научиться уйти от этого без личного представления исследований и сказать, что да, мы гордимся тем, что мы сделали, и мы отвечаем за каждое слово, которое мы опубликовали в нашей статье. Как отмечает Елена Базанова, в современном мире крайне важно создавать научные труды на английском языке сразу, а не переводить их впоследствии. Это экономит время написания статей и улучшает их качество.